Снова всех приветствую, друзья, из солнечной Армении. Сегодня печем вот такой вот ягодный пирог. Вот такая красота получается. Делается все проще, простого. Следите и ничего не пропустите. Друзья, так как противень у меня довольно большой, поэтому я сделаю вот в такой вот разъемной форме. Донышко, кстати, сформировалось с помощью фольги. Тут у меня также пергамент лежит. Размер этой формы 30 на 40. То есть это тот же размер, что и у обычного противня. Следовательно, вы можете то же самое повторить противень в своей духовке. Нам понадобятся также любые фрукты, ягоды, смотря что вы любите или какой у вас сезон. Можно использовать как сливу, персики, так и абрикосы, и даже айву. Почему именно такое тесто, такое жирное тесто? Просто чем жирнее тесто, тем лучше оно держит любые фрукты и ягоды, особенно если они крупные. И они не очень сильно опускаются. Вы знаете, иногда так случается, если у вас особенно слабое бисквитное тесто, они, как правило, оказываются, особенно крупные плоды, оказываются на дне. Тут этого обычно не происходит. Вот почему для фруктовых пирогов, особенно если фрукты довольно крупные и тяжелые, используем именно подобное жирное тесто. Кстати, яйца я только достала из холодильника, поэтому положила в теплую воду. Они должны быть, вообще все ингредиенты тут, должны быть как минимум комнатной температуры. А масло у нас должно быть в растопленном виде. И чем теплее, тем лучше. Взбиваем 6 яиц среднего размера и стакан сахара. Обьем стакана 250 мл с ровным верхом. Все в граммах подробно будет под видео. Добавляем 2 столовые ложки сметаны любой жирности. 2 столовые ложки растительного масла и 125 грамм сливочного масла, то есть полпачки. Добавляем также цедру одного лимона. Уверена, многие из вас знают, для тех, кто не знает, вот эту белую часть стараемся не задеть. она огорчит. Добавляем также муку. С первой партии муки сюда идет чайная ложка разрыхлителя. и 1 третью чайной ложки соды. Добавляем. 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 Обязательно учтите, тесто у нас довольно сильно поднимается. Вот так несколько раз стучим по столу, чтобы убрать большие пузырьки воздуха. Тут уже особо комментировать нечего. Просто сверху выкладываем фрукты и все. Ну или ягоды. arnо. Салатин. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот что у нас получилось. Прямо так в горячем виде посыплю немножко сахарной пудрой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добавила немножко масляной крошки, добавила туда немножко корицы. Также это очень вкусно. И получился вот такой вот вариант. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...